Эта реплика не вполне самостоятельная, я не знаю, сколько она займет времени, довеса ко вчерашней, потому что на Чемпионате мира события происходят каждый день, они меняют картину, иногда сразу в целом. Вчера, размышляя об итогах группового турнира, содержательных и прочих, я, разумеется, не мог предположить, что в группе, где играли Испания, Германия, Япония и уже не важно, кто еще, будет такой сложнейший расклад реализован. Почему я думал, что будет все проще? Ну, потому что наше мнение, наше мышление всегда традиционно. Однако получилось не так. Получилось примерно, как вот в кино иногда показывают, знаете, игру в карты, в техасский покер, когда у каждого игрока две собственные карты, которые знает только он один, а на стол постепенно выкладываются в открытую пять карт, которые общие. И вот добавляя свои две, мысленно ты получаешь комбинансы, у кого лучше. И иногда получается так, что парочка таких довольно-таки маленьких карт, в смысле достоинства, похожих на мышек против слона, вместе оказываются сильнее, допустим, пар тузов. Это реплика по итогам уже завершившегося группового этапа накануне старта плей-офф. И если вы ее смотрите, имейте в виду, что она тоже не претендует на полноту. И смотреть ее, не посмотрев предыдущую, вчерашнюю, до известной степени бессмысленно. Это довесок. Я не обо всем вчера успел сказать, и не все, что пытался предвидеть, предвидеть сумел. Мои партнеры из компании FONBET предлагают гиперакцию на этом чемпионате мира. Все, кто делает ставки в FONBET на этом турнире, могут принять участие в лампе удачи. Лампа удачи – это интереснейший бонус, который может позволить вам выигрывать до миллиона рублей хоть каждый день. Как поучаствовать в лампе удачи, которая, кстати, продлится до 18 декабря, до финала, до последнего дня турнира, вы можете узнать, пройдя по ссылке в описании. И, кроме того, напоминаю, что при введении промокода FONBET, при введении промокода Уткин, конечно же, все новые игроки FONBET получают свободную ставку в подарок 2000 рублей. А сейчас пара соображений. К итогам предыдущей реплики больше всего вы говорили, что я ничего не сказал про Аргентину. Я про нее много другого говорил в предыдущие дни. Я не считаю Аргентину способной сыграть в решающем матче чемпионата мира. На данный момент не считаю. Она, конечно же, может прибавлять, как и любая другая команда, но у нее недостаточно запаса прочности, чтобы играть в свой футбол, к чему она стремится. И, имея месси, она никогда не сможет играть от соперника, причиняя ему проблемы. Поэтому, мне кажется, она немножечко посередине где-то. Я думаю, что Аргентину ждет драматичная судьба, а в финал она может пробиться только если ей очень-очень сильно повезет. Если учесть, что ее путь в финал лежит через Бразилию, я в это не очень верю. Но это всего лишь прогноз. Я не расстроюсь, если Аргентина пойдет выше. Кстати, Голландия — это та команда, которая похожа на ту, что способна доставить Аргентине неприятности. Голландия вообще гадкая команда. Непонятно, как ей противодействовать, потому что у нее как-то не очень пока есть собственный стиль. А вот контратаки ей очень опасны. Поэтому про Аргентину у меня просто, честно говоря, нет мнения. Она, в моем понимании, где-то в стране от фаворитов, и ей может удастся выдающийся спин-офф, но, скорее всего, я в это не очень верю. Итак, как же так получилось, что вот такой сложный расклад реализовался в группе, где играли Испания и Германия? Как так вышло, что немцы проиграли Японии и, победив Коста-Рику, вернее, не смогли изменить положение вещей? Как так получается, что Испания и Германия — это, безусловно, лучшие по качеству матчи сыгранных на чемпионате мира? Что же тогда решает, если не качество игры? Испания вышла со второго места, но она сама распоряжалась своей судьбой. Я не вижу там ничего предосудительного. Команда должна стремиться к победе, да. Победенная на чемпионате мира должна стремиться. В НБА команда стремятся к победе? Стремятся. А команда, которая зовет последнее место, имеет предположительные шансы получить новичка на драфте. А иногда это в перспективе великие игроки, у которых команду можно устроить. Ну и что последняя команда НБА? Она что, будет биться до последнего, чтобы стать предпоследней? Нет. Она, мало того, постарается увеличить свои шансы получить первого номера драфта. А команды НХЛ, КХЛ и других лиг, которые играют в плей-офф, им что, они что, никогда не выбирают себе соперников в плей-офф, если могут? Выбирают, а это означает выбрать место, которое ты займешь. Ну и так далее. Это все разговоры в пользу бедных. Всем всегда хочется, чтобы другие сделали за них свою работу. Германия, к сожалению, виновата сама. Она виновата сама, что только во втором тайме взялась играть с Испанией. Она виновата сама в том, что оказалась нокаутирована Японии во втором тайме, имея тотальное преимущество, забила всего один гол. Жаль, что так. Жаль. Я бы посмотрел дальше на Германию. Но что вышло, то вышло. Итак, я специально сейчас открою себе здесь напоминалочку, чтобы ничего не забыть. Просто пройдусь по парам матчей 1-8 финала, чтобы ничего не запамятовать. Собственно, все начинается уже в субботу. Голландия, США, Аргентина, Австралия. Потом победители выходят друг на друга. Думаю, что здесь вряд ли будут сенсации. Я думаю, что как Нидерланды, так и американцы. Так Голландия, так и американцы. Могут доставить Аргентине серьезные проблемы. Австралия сумеет против Аргентины только в случае, если вдруг Южный полюс станет северным. Я так думаю. Это не исключено. Но это вряд ли состоится завтра. Поэтому мой прогноз, я думаю, что Аргентина в чем-то сыграет с Голландией скорее. Но если с США, я не удивлюсь. Потому что США как раз команда без выраженного акцента в атаке. Там угроза может прийти откуда угодно. Если американцы посерьезнее отнесутся к реализации, Голландия может и не устоять. Следующая пара, воскресная. Франция-Польша, Англия-Сенегал. Кстати, на Англию-Сенегал вы спрашивали, гостем придет Сергей Бунтман на этот матч. Англия-Сенегал, боюсь, игра будет заунывной. Потому что обе команды лучше гораздо мешают играть сопернику, чем играют сами. Проблемы у Франции с Польшей я, честно говоря, не вижу. Польша, мне кажется, свой путь и свое предназначение на турнире исполнила. Французы снова будут основным составом. Игра в атаке у Польши очень и очень примитивна. Они сами над ней подтрунивают. Поэтому, думаю, что четвертьфинал Франции-Англия с вероятностью 70%, Франции-Сенегал 30%. Далее будет понедельник, в котором встречаются Япония-Хорватия и Южная Корея-Бразилия. И победители играют между собой. Япония-Хорватия, по-моему, самый сложный для предсказания матч. Потому что Япония команда-накаутер. Ей есть на что опираться. У нее есть довольно разнообразный выбор игроков. В первую очередь в атаке. И Хорватия, со своей стороны, команда все-таки уже не молодая. И ровно матч ей провести бывает трудно. Поэтому у Японии точно будут шансы. Мне кажется, что в этом матче шансы 50 на 50 на победу. А доминировать, скорее всего, будет Хорватия, особенно поначалу. Я так думаю. Ну, а Южная Корея, опять-таки, по-моему, выполнила турнирное задание. Естественно, победитель матча Японии-Хорватия попадет на Бразилию. И если это будет игра с Японией, полагаю, что мы, может быть, узнаем. Мы получим столько эмоций вокруг этого матча. В том числе и вдогонку с видосами из японских городов. Как там будут ночью все смотреть. Что оно того стоит. Но, повторяю, по-моему, шансы Японии и Хорватии достаточно близки. И, наконец, во вторник две пары, победители, которые сходятся друг с другом. Марокко-Испания и Португалия-Швейцария. Две трудные пары. Признаться, я думаю, что Испания все-таки... Не думаю, лукавит ли Луис Энрике, говоря о том, что у них не получилось просто игра с Японией. И она получалась, пока Япония не забила. И потом опять могла получиться, но не повезло. Это я очень примитивизирую, конечно, слова Луиса Энрике. Вы можете сами послушать его Твич. Вы можете перевести на английский с помощью соответствующих браузеров Яндекса, например. Но, как бы то ни было, мне представляется, что в матче Испания-Марокко фаворит есть. И это Испания. Почему я так думаю? Помните, что я говорил о матче Испания-Коста-Рика? Многие говорили, и многие из вас говорили, мне писали тоже в комментах, что Коста-Рика это помойка. А я вам говорил, что Коста-Рика кинуть не помойка. Это показал последующий турнир. Но тогда я говорил вам, что весь фокус в том, что игра Коста-Рики базируется на тех же ценностях, что и испанская. Комбинационный стиль, средний, короткий пас по всему полю и так далее. Но в Испании все абсолютно стороны сильнее костариканских. Коста-Рики просто не может играть против Испании. Я думаю, что сборная Марокко покрепче, чем Коста-Рика. Но не настолько, чтобы это правило отменить. Испания сильнее по всем показателям. Я крайне удивлюсь, если Марокко победит. Я думаю, что шанс Марокко только в том, чтобы нанести Испании нокаутирующий удар в самое неожиданное время. В этом, кстати говоря, по-моему и мораль заключается в нынешнем чемпионате. Вот Германия, когда она плохо играла, а вылетела. Почему? Ну, потому что играть нужно все время, как получается. Потому что нет ничего важнее свежести, нет ничего важнее концентрации, как выясняется в сегодняшнем футболе. Разве только на чемпионате мира крах фаворитов? А разве был какой-то другой сезон? Может, еще сезон необычный виноват. Но вы помните, чтобы столько именитых команд, в том числе рассчитывающих в Лиге чемпионов пройти далеко клубных команд, вылетали после группового этапа? Да, групповой этап для топовых клубов, как правило, был разминкой в катом в сезон. А сейчас сколько их уже, в том числе игравших в финалах за последние 10-12 лет и не по разу, выбыл из турнира. Что-то меняется в мире. Победитель пары выйдет на победителя матча Португалия-Швейцария. И здесь, я думаю, со Швейцарией у Испании было бы больше проблем. А Португалия, если выйдет на Испанию, мне представляется, закончить свой путь на турнире. Просто потому, что она ни в одном матче существенно сильнее своего соперника не была. А в группе ее соперники испанцы были неровни. Да, я думаю, что, в общем-то, и такой команды, как Марокко в португальской группе тоже не было. Ругвай дремал. Ругвай вообще стал последней командой, которая мяч забила на турнире. Гана вообще могла к ничьей игру свести. Ну, в общем, не знаю. Португалия, конечно, обладает просто первостоседным набором игроков. Но ее игра, ее результаты на этом турнире не показывают того, что она готова все это выкладывать на стол одновременно в нужном порядке. Ее игра, как мне представляется, довольно спонтанна. Но наступает плей-офф, здесь случаются преображения. Так или иначе, обязательно будут неожиданности. Мы увидим на более высокой стадии команду, которую там не ждали. Я рассказал всего лишь о раскладах. Я исхожу из больших вероятностей. Поэтому давайте я вам скажу, что в моем понимании, я думаю, что четвертые слова будут такими. Голландия, Аргентина. Япония, Бразилия. Франция, Англия. Испания, Португалия. Если будет больше двух ошибок, считайте меня лохом. Или вообще кем угодно. Впрочем, вы и так в этом свободны. Пока. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Субтитры создавал DimaTorzok